Итак, еще один вопрос. Ассаламу алейкум. Вопрос, кстати, довольно-таки длинный, и первая часть вопроса, она практически не относится к теме, поэтому я сразу перейду к самому вопросу. Мой вопрос заключается в следующем. В одном из своих видео вы упоминали, что история свидетельствует о противниках ислама, которые пытались сочинить суру, подобную коранической. Может ли привести пример таких попыток и объяснить, почему нельзя считать условия вызова Корана выполненным, ибо в свободном доступе в интернете такие примеры не найти. Заранее спасибо за ваши старания. Валейкум ассаламу, рахматуллах и баракату. Итак, начнем с того, что вызов Корана был еще брошен в 7 веке, еще во времена, естественно, самого пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, и был брошен, обратите внимание, это очень важно, был брошен арабам того времени. И как свидетельствует история, арабы того времени превосходили арабов всех остальных времен. И даже более того, превосходили все остальные народы, даже те народы, которые главенствовали над арабами, они превосходили, арабы того времени превосходили в своем красноречии всех абсолютно. То есть, возможно, если мы исследуем всю историю человечества, то обнаружим, что самые красноречивые люди, которые в своем мастерство довели до совершенства, это были именно арабы, то есть за всю историю человечества, это были именно арабы времен самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. И когда Коран, Аллах в своем священном Коране бросил им вызов, что если вы считаете это ложью, неправдой, то приведите хотя бы одну подобную суру, подобную священному Корану. И как мы знаем, ни один современник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, хотя их было достаточно много, и они яро, рьяно и самопожертвенно сражались против ислама, но никто из них этого не сделал. И в принципе не смог бы сделать, не способен был бы сделать. Никто из них не сумел сочинить нечто подобное. И даже более того, они признавали свою беспомощность в этом деле и признали то, что Коран является чудом в своем красноречии, в своей лаконичности и в своей глубине. А что касается примеров тех, кто пытался что-то подобное сочинить, сочинить суру, подобную сурам священного Корана, то одним из них был Мусайлема. И все эти примеры, кстати, они очень похожи, то есть они все идентичны. Возможно, уже те люди, которые пытались сочинить суру, они брали пример с Мусайлема, потому что Мусайлема проложил какой-то путь, то есть лживый Мусайлема, лжепророк, он проложил какой-то путь, и все последующие попытки были основаны на том пути, который заложил Мусайлема. Итак, в чем заключается этот путь? Давайте сначала зачитаю то, что сочинил Мусайлема. Здесь две суры. Я приведу в качестве примера. Одна сура называется «Слон», «Филь». «Альфиль мальфиль ва ма адраке мальфиль, ла гу данабун ва биль ва хуртумун тавиль. Вот такая вот сура, сочиненная Мусайлема. Как переводится? Слон, что такое слон, что тебе даст знать, что такое слон? У него есть твердый хвост и длинный хобот». Вот сура, которую сочинил Мусайлема. Или же вторая сура. Итак, на примере второй суры вы можете понять, что, во-первых, это просто подражание священному Корану. В священном Коране Всевышний говорит «Инна а-тайна кель каусар» «Мы тебе даровали источник каусар». Подражая священному Корану, как и в предыдущем случае, в случае с сурой «Филь», Мусайлема просто заменил. «Каусар на джамахир». То есть просто взял одно слово «заменил». Точно так же и в случае с «филем». «Альфиль мальфиль ва ма адраке мальфиль». То есть это тоже просто «филь» заменил словом из священного Корана, и все остальное так же оставил. Итак, чем примечательны эти суры, которые сочинил Мусайлема? Во-первых, это полное подражание священному Корану. То есть у священного Корана есть некая структура, некое звучание. Некое сложение вот этих вот коранических стихов есть особенное и свойственное исключительно священному Корану, которое не свойственно абсолютно ни одному стиху или сочинению человеческому. Абсолютно ни одному. То есть это уникальный такой стиль самого священного Корана, которого мы не обнаруживаем ни в одном другом произведении. И примечательны эти суры Мусайлема тем, что он просто берет какой-то аят или какую-то суру целую, как в случае «Инна а тайна каль каусар» «Инна а тайна каль джамахир» Он просто берет и заменяет некоторые слова похожими словами с идентичным звучанием или похожим звучанием и с похожей рифмой. То есть таким образом сохраняя саму структуру аята и саму структуру суры и его сложения, примерно сохраняя. Поэтому то, что сочинил Мусайлем, это просто-напросто подражание священному Корану в его звучании, в его структуре. А что касается смысла, то это просто смешно. Допустим, та же сура «Слон. Что есть слон? Что тебе даст знать, что есть слон? У него твердый хвост и длинный хобот». Посмотрите на смысл этой суры, которую сочинил Мусайлем. Это просто смешно. Ни в какое сравнение, конечно же, с священным Кораном не идет. По своей глубине, по своему моральному, духовному и идеологическому посылу, абсолютно ни в какое сравнение, конечно же, не идет со священным Кораном. Или же вот эта сура «Ина айтайна кель джамахр» «Мы тебе даровали толпы людей». Так, «Фасалли лираббикя», так, «Прочитай молитву ради твоего Господа «Вахаджир» и возвести об этом». «Возвести об этом». То есть, это полное подражание каусаров, суры каусар. «Возвести об этом». «Ва инна мубигидакя мубигидакя раджулун кяфжи». «Воистину, тот, кто тебя ненавидит, является неверным». То есть, опять-таки, здесь, где сура «Ина айтайна кель каусар» «Фасалли лираббике вангар» «Ина шаания кау аль абтар» «Где по смыслу, по своей глубине, по своему посылу абсолютно рядом, конечно же, не стоит. Но даже, если был бы какой-то глубокий смысл в этих сурах, которые сочинил, который сочинил Мусайлема, все-таки, это подражание священному Корану. Просто он взял суру священного Корана и некоторые слова заменил другими словами. И очень многие так делали. И после Мусайлема все, кто пришел, делали то же самое, что и Мусайлем. Например, один египетский христианин издал статью, точно не знаю, как его зовут. Он издал некую статью в американском журнале, где утверждал о том, что ответить на вызов священного Корана никакого труда не составляет. И в доказательство своих слов он также сочинил несколько сур. Одна сура является подражанием суре Хамд, Фатиха, а вторая сура также является подражанием Каусару, точно так же, как и в случае с Мусалимом. Видимо, этот христианин также вдохновлялся примером Мусалима, ибо он пошел по тем же путем. Итак, давайте Фатиху, то, что здесь подражается Фатиха, смешно сравнивать то, что он сочинил с Фатихой. Это, во-первых, во-вторых, опять-таки, это всего лишь подражание. В Фатихе говорится Аль-Хамду-Лиллах, а здесь говорится Аль-Хамду-Лил-Рахман. Там говорится Раббил Алямин, здесь говорится Раббил Акван. Это то же самое примерно по смыслу примерно, конечно же, не точно, но примерно. Аль-Маликид-Дайян Из Италии он говорит Лякаль-Ибадету Вабикаль-Муста'ан Якина-Буду-Ва-Якина-Ста'ин Он просто заменил немножко другими словами, изменил немножко слова. То есть, это всего лишь подражание, причем неумелое. И если мы разберем, например, аяты Священного Корана, то из каждого словосочетания, из каждого слова, то, как они выстроены, мы постоянно находим все новые и новые и новые смыслы, погружаемся все глубже и глубже и глубже. А это, скажем, в этом отношении, во-первых, является подражанием, если есть какая-то глубина, то постольку-поскольку это является подражанием. Но даже будучи подражанием, это намного более поверхностные стихи, чем стихи Священного Корана. Или же Сура, которую он сочинил как замена Каусару. «Инна аатайна кал-джавахир фасалли ли Раббике ва хаджир ва ла ата атамид кау лас ахир». Говорится, мы тебе даровали драгоценности, так, прочитай молитву ради своего Господа и возвести об этом, что мы тебе даровали драгоценности. И не верь словам колдуна. Ну, то есть, опять то же самое. Здесь подражание Сури Коусар по смыслу вообще какая-то ерунда. Мы тебе даровали драгоценности. Какие драгоценности? О чём ты говоришь? Что за драгоценности? И не верь словам колдуна. Как это вообще связано с тем, что было сказано ранее? В Сури Коусар всё понятно. «Инна аатайна кал-кал-кал-сар» является кусым. То есть, начало и конец они очень более чем связаны. А здесь какая связь? «Мы тебе даровали драгоценности, так не верь же словам колдуна». Причём здесь это? То есть, какая-то бессмыслица, просто набор слов, при этом ещё и подражание. Поэтому, максимум, что в истории люди смогли сделать, это подражать самому Священному Корану, его уникальной структуре, а сами ничего сочинить практически не смогли. Никто ничего сочинить не смог. Ну, создайте это Коран, это очень уникальные слова, уникальные предложения, уникальное построение, уникальная форма, уникальное звучание и уникальнейший смысл, уникальное учение. Так создайте точно так же что-нибудь уникальное. А то, что вы подражаете, просто берёте одни слова из Священного Корана заменяете другими словами, это никоим образом не является выполнением условий вызова, ни в коем случае. Ну, и помимо этого, конечно же, нужно понимать, что особенность Священного Корана, его чудесность заключается не только в том, что Священный Коран имеет особое строение, особое звучание. Нет, так же его чудесность заключается в его посыле, в его учении, в его моральных, духовных и идеологической глубине. Священный Коран имеет особую глубину, которая проникает в человека, когда он его слышит и понимает. А здесь просто набор слов для того, чтобы звучало так, как звучит Священный Коран. просто подобрали какие-то слова для того, чтобы хотя бы приблизиться по звучанию и по структуре к сурам Священного Корана. Конечно же, в силу этого условие никоим образом не считается выполненным. Субтитры создавал DimaTorzok